Всем привет! Сегодня покажу очень полезный ролик, как можно скрыть любое приложение, которое находится на ваших смартфонах. Скрыть к нему доступ, чтобы никто не смог, кроме вас, зайти на определенные приложения. К примеру, вот я захожу в YouTube, то есть я спокойно нажал на приложение YouTube и зашел, и можно все просматривать, все без проблем. То есть никакого пароля нету, я спокойно захожу туда, куда хочу. Или элементарно, вот ваш диспетчер файлов, ваш проводник, где хранятся все файлы, фотографии и тому подобное, возможно там какие-то личные документы. Вот я тоже в него спокойно попадаю. Но это можно все классно настроить, чтобы другой человек не смог получить никакой доступ. И во многих, конечно же, появляется вопрос, зачем это вообще делать. Ну, например, вы даете свой телефон поиграться ребенку, там поиграться в какие-то игры, посмотреть какие-то мультики. И вы переживаете за то, что ребенок что-то вам наклацает в каком-то приложении. Не дай бог еще поудаляет какую-то важную информацию. Во-вторых, если телефон ваш попал каким-то образом к другому человеку, то как бы он не хотел, он не сможет посмотреть важную информацию, которую вы запаролите. В общем, случаев на самом деле очень и очень много. Сейчас вам все расскажу и покажу. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, чтобы это сделать, смотрите, заходим в наши стандартные настройки и вот здесь ищем такой раздел, который называется приложение. И вот здесь нажимаем защита приложений. Дальше нам предлагают включить защиту приложений. Нажимаем включить. Здесь нам нужно придумать какой-то пароль, какой-то рисунок в данном случае. Можно также нажать на способ защиты и выбрать, допустим, отпечаток пальца, либо циферный пароль. Вот. Ну, давайте, к примеру, вот нарисуем вот такой. Ну, и нарисовать нужно графический ключ повторно. Вот. Нарисовали и нажимаем далее. Здесь нам сразу предлагает выполнить защиту определенных приложений. Ну, к примеру, давайте оставим вот проводник. Для примера. Использовать защиту приложений. Подтвердите отпечаток пальца. И здесь нас уже показывает, что проводник уже под защитой. Давайте перепроверим, пока сворачиваем вот это все дело. Заходим на наш проводник, вот который я показывал. И смотрите, теперь вы сюда не сможете попасть до тех пор, пока вы не ведете вот эту разблокировку, к примеру, которую мы поставили. Вот. Я попал туда, куда захотел. Или же по отпечатку пальца. Давайте еще раз попробуем зайти на наши настройки приложения, защита приложений. И вот здесь поставить что-то другое. То есть, вот эти ползунки можно включать-выключать, когда вы хотите. Это занимает очень мало времени. И в некоторых случаях это очень удобно. Вот, допустим, я не хочу, чтобы попал кто-то в мой YouTube. Вот. Нажимаем YouTube. Активировали вот такой ползунок. Давайте возвращаемся, закрываем все. Заходим в наш YouTube. И смотрим, что мы попасть сюда уже не можем. Ну, допустим, по отпечатку пальца. Вот, я нажал отпечаток пальца. И все отлично разблокировалось. И зашло. То есть, в принципе, функция классная. На мое мнение, очень удобная в некоторых случаях. Если я, допустим, не хочу, чтобы кто-то попал в мои личные данные, то этот способ реально просто шикарный.